В сети теперь станет меньше ботов, которые поддерживают Россию. Тем временем в российских больницах начнут лечить гомосексуальность. А лучше бы лечили голову. Но в РФ этим заниматься не хотят. Поэтому россиянки устроили похороны Тиндеру. Всем привет, меня зовут Ева Николашвили, а это программа в тренде. Сегодня поговорим с вами о самом успешном медиахолдинге в России. Действительно ли он ушел на покой? А также о глупости российских военных и очередном дно решения от кремлевской власти. Знаменитая российская фабрика троллей уходит на покой. Евгений Пригожин ликвидирует свой медиахолдинг «Патриот». Кроме фабрики троллей, холдинг включал в себя Риафан, Народные новости, Экономика сегодня и многие другие издания. Сообщают, что сотрудникам выплатили пособие и уволили. Это довольно странный шаг, ведь Пригожин потратил кучу времени и денег на свой холдинг. И он был очень успешен и отлично выполнял поставленные задачи. Я думаю, вы часто видели комментарии в соцсетях или в каких-либо интернет-изданиях от людей, которые всем доводят свою любовь к Путину. И рассказывают о великой России и критикуют США и Украину. Так вот этим занималась именно фабрика троллей. Поэтому, возможно, комментариев в поддержку Путина под нашими видео станет меньше. Теперь им не будут за это платить. Что же значит закрытие холдинга? Пригожина все больше берут в тиски? Или возможно, что лысый боевик просто работает на опережение? Кто-то в телеграм-каналах писал, что Роскомнадзор закрыл холдинг. Другие же говорили, что никаких указов не было. Вероятно, Пригожин просто решил отправить своих троллей на покой, чтобы они никому не достались. Ведь еще недавно была информация, что ищут нового владельца для ботов. Или же они продолжат работать на главу ЧВК-Вагнер, но в темную. И скоро станет все больше комментариев не о царе Путине, а об освободителе Пригожине. Какой вариант более правдоподобный? Как думаете? Свои мысли пишите в комментариях и не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал, если вы вдруг этого еще не сделали. Кстати, уволенные сотрудники решили не молчать после ликвидации холдинга. Это тоже, кстати, может быть шаг от Пригожина. И рассказали, как власти использовали троллей, начиная с самого начала. Первые площадки будущего медиахолдинга появились еще в 2009 году. Тогда первые 20 комментаторов разместились в поселке Северный Версаль. Первые комментаторы выходили в СМИ, работая против оппозиционеров Алексея Навального и остальных представителей оппозиции. В 2011 году история работы на государство продолжилась. Тогда было важно стратегически поставить под сомнение работу оппозиционных журналистов, которые раскачивали ситуацию в стране. Гендиректор Риафан открыто говорит о работе ботов. Даже с гордостью рассказывает о проделанной работе. Только послушайте статистику медиахолдинга «Патриот». Вероятно, вы тоже попадались на их удочки. К 2022 году трафик всех средств массовой информации холдинга составил более 80 миллионов уникальных посетителей в сутки. Это феноменальный результат, несмотря на санкции, блокирование наших площадок. На сегодняшний день он составляет 100 миллионов уникальных посетителей в сутки. Общий трафик медиагруппы, всех СМИ, входящих в нашу медиагруппу, составляет сейчас 300 миллионов уникальных посетителей. Как бы там ни было дальше, но, согласитесь, весь мир вздохнет с облегчением, когда исчезнут тысячи троллей и ботов, громко кричащих бред о великом царе и сильной России. А даже если они будут работать в темную, то им будет не до Украины, что радует. Диванные российские войска уходят с Украины. У меня только одна просьба. Заберите с собой еще и свои войска с оккупированных территорий. Это же ваша парафия. Они же тоже только в соцсетях красиво воюют. Правда, без опыта, поэтому выходят вот такие казусы. Этот экземпляр, вероятно, он пилот, решил запилить победный видосик. Все как надо. С пистолетом в руке. Летит в вертолете. Красиво. Вот только на своем видео он засветил уничтоженный российский вертолет на взлетной полосе. Ай-яй-яй, а как же так, что в РФ есть потери на войне? Еще скажите, что и российских военных уже сотни тысяч недееспособных. Этого просто не может быть. Кстати, оккупант Берцы Лова нужны? Тут вот твой сограждан продает по цене ниже рынка. Просто ему уже не нужны. Так и написал, цитата, продаю в связи с утратой ноги на Запорожье. Вот чего россиянам не потерять, так это мозгов. Очень удобно. Ведь как можно потерять то, чего нет? В российских больницах начнут лечить гомосексуальность. С 1 июля в поликлиниках и психоневрологических диспансерах появится кабинет сексологов, в которых врачи будут помогать людям, цитирую, страдающим психическими расстройствами, связанными с половым развитием и ориентацией. Действительно, пора лечить то, что официально не признано психическим расстройством. В этом вся Россия. А вот насилие в стране, которое плодится с каждым годом все больше и больше, пусть и дальше процветает. Я думаю, вы знаете этот знак. А кто не знает, должен обязательно его выучить. Это международный сигнал о помощи. Если вы стали жертвой насилия, нужно повернуть ладонь к камере и прижать большой палец к ладони. А потом обхватить большой палец другими пальцами. Если полиция увидит такой сигнал, то обязана выяснить причины и приедет на помощь. К сожалению, в РФ этот знак знают немногие. Журналисты Первого канала снимали сюжет для программы «Мужское и женское». Героями стали разведенная пара из Москвы, которая делит детей. Во время записи одна из девочек несколько раз подала этот сигнал. Журналисты этого не заметили. Не заметили и редактора, режиссеры монтажа и ведущие. Повезло, что хоть сотрудники МВД знают этот безмолвный крик о помощи. И сказали, что разбираются в обстоятельствах. И то, я бы сказала, что это чудо. Нужно еще подождать, какие будут результаты. Но внимание обратили. Уже хорошо. Остальным же просто благополучно все равно. У них дела поважнее. Лечить людей нетрадиционной ориентации. А еще провожать тиндер. Эта программа для знакомств, если вы вдруг не знали, официально теперь не работает в РФ. И много российских женщин огорчились. Где же они свою любовь искать будут? На улице, что ли? Глупости какие. А как понять, что познакомилась точно с российским военным? Любовь без лады не любовь. Вы же знаете. Короче, печально это. И так загрустили, что устроили в Сочи похороны. Да-да, самые настоящие похороны. В черном пришли. С гвоздичками. А напоследок я хочу рассказать вам о новом экспериментальном вооружении россиян. Просто танк Т-72 был. Скоро начнут забирать Т-34 с постаментов. А что дальше? Чем воевать? Вот мужчины из-под Ростова и придумали новый тип вооружения. Ну как? Новое – это все забытое старое. Поэтому вашему вниманию представляем. Конная кавалерия. Скоро во всех частях оккупантов. На показ не забудьте с собой взять черный пакет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин